Во внеочередном заседании Городской Думы участвуют 29 депутатов из 30. Один, Реваль Салихов, отсутствует по уложительной причине. Среди приглашенных гостей в зале депутат Государственной Думы Алексей Куриный, депутаты Законодательного собрания области Габдулхак Мурзаханов и Эйрат Гибадинов, помощник губернатора Николай Горшинин. За процессом наблюдает заместитель прокурора города Дмитрий Фомичев, представители общественности, журналисты, руководители структурных подразделений администрации города и аппарата Городской Думы. На должность главы Демитровграда претендуют семеро кандидатов, правда в зале только шестеро. Сергей Терентьев не пришел на заседание. По регламенту каждому кандидату предоставляется по пять минут на доклад своей программы развития города. Претенденты на должность главы города выступают в алфавитном порядке. У меня есть твердое намерение выстроить конструктивное взаимодействие, прежде всего с депутатским корпусом, конечно, с правительством, с губернатором, со всеми политическими партиями, общественными организациями, жителями города. Мы должны слышать и видеть проблемы наших горожан. Важнейшая следующая задача – это оздоровление и городской экономики. Необходимо провести ревизию в расходной части бюджета, исключить ненациональные траты. При этом также необходимо увеличивать и собственные заходы. И первой точкой роста я вижу реализацию всех преимуществ, которые сегодня дает городу статус территории, опережающей социально-экономического развития. Пока, к сожалению, эти стартовые возможности используются далеко не в полной мере. Каждая политическая фракция городской думы имеет право задать по одному вопросу кандидатам. После всех выступлений наступает самый главный момент. Приступим к процедуре тайного голосования. Надо сейчас нам избрать счетную комиссию числа депутатов. В счетную комиссию вошли представители всех политических фракций гордумы. В избирательном бюллетене семь фамилий кандидатов. Победителю необходимо набрать не менее 16 голосов. Процесс выборов и подсчета голосов проходит открыто, под пристальным вниманием журналистов. Итоги голосования оглашает председатель счетной комиссии Сергей Степаненко. Чешло голосов подами за кандидатов. Также оглашаю по алфариту. Володарский Матвей Константинович, один. Матвей Константинов Николай Васильевич, ноль голосов. Зорова Елена Юрьевна, ноль голосов. Малекин Александр Александрович, ноль голосов. Павленко Богдан Сергеевич, 26 голосов. Соловьев Евгений Олегович, ноль. Керентьев Сергей Анатольевич, ноль. Чешло голосов поданных против всех два. Таким образом, законно избранным главой Демитровграда с 20 августа стал Богдан Павленко. Его наделили официальными полномочиями сразу после произнесения клятвы. В качестве подтверждения председатель городской думы Александр Ерышев вручил Богдану Павленко нагрудный знак главы города. Спасибо, уважаемые товарищи. Сегодня заседание городской думы у нас завершилось приятным моментом избраний главы города.